Поскольку в нашем клубе есть относительно новые люди, маленькое вступление, период в золотые годы нашего клуба, где-то в 90-х, по инициативе Евгения Ивановича, к 8 марта, у нас стали готовить цикл лекций на тему «Он и она» о любви известных, знаменитых людей, ну, конечно, и о творчестве их, не только о любви. И вот в этом цикле я помню лекции Евгения Ивановича, Эммы Ильиничны Масковой, Ларисы Фроловы, уехавших в Москву, Нины Гутяевой, которая уже тоже не здесь. Да, Нина на лекции на эту тему. Ну, наверное, и многих наших ветеранов. Наверное, это я не помню, но я думаю, что и Вера Вениаминовна, и Валя Лазарева, и уж, конечно, любитель женщин. Александр Самонович, наверное, тоже выступал по этой части, он и она, так я думаю. Этот цикл мне очень понравился, и у меня таких 8 лекций, я их не буду перечислять. Первая только скажу, была Горькой и Андреева, и последняя Фрида Кало и Диего Ривера. Кстати, это было здесь рассказывано, в Ломоносовке, где-то в 10-м году. Сегодня будет рассказ о Веронике Тушновой и Александре Яшеве. Мне говорят, нету такой любви. Мне говорят, как все, так и ты живи. Нету людей таких, зря ты только морочишь себя и других. Говорят, зря грустишь, зря не ешь и не спишь. Не глупи, все равно ведь уступишь. Уступи. А она есть, есть, есть. А она здесь, здесь. В сердце моем теплым живет. Птенцом в жилах моих. Жгучим течет. Это она светом, жгучим течет свинцом. Это она светом в моих глазах. Это она солью в моих слезах. Зрение, слух мой, грозная сила моя, солнце мое, горы мои, моря. Если не будет ее, не будет и меня. Это была их горькая, трагическая любовь Вероните Тушновой и Александра Яшина. Впервые у Вероники Тушновой я узнала в 1900, наверное, к стыду моему, в 1967 году, когда я путешествовала по Домбаю. При подъеме на ледник Олибек звучали стихи ее. Кто-то пел. И потом в северном приюте Глухорского перевала, тоже в Домбаю, опять под гитару звучали песни на ее стихи. Ну, пожалуйста, в самолет меня возьми. На усталость мне, пожалуйста, пожалуйста, на плечо мое усни. Руку дай. Сходя по лестнице на другом конце земли, где встают, как счастье, вестники. Горы дымные вдали. Мы с тобой в подвале с водчатым выпьем местного вина. Выпьем мы за счастье трудное, за дорогу без конца, за слепые, безрассудные, неподкупные сердца. На Глухорском перевале Вероника Тушнова была в последний предвоенный год с группой друзей, со студентами. Дорога на Глухор. Этот перевал, представляете, в Домбайе. Оттуда спуск в Сухуми. Это для тех, кто вот по этому полностью пешеходному маршруту идет. Выход к морю с этого перевала. Дорога на Глухор. Последний предвоенный год. И так мы вышли до рассвета вверх по течению Теберды. Тысячелетних скал горбы. От мха из зелено-седы и камней масляной лбы высовывается из воды. Беспечный путь на перевал студентов шумное веселье. Как ты мне памятен, привал Угана Чирского ущелья. Вероника Михайловна Тушнова родилась в 1915 году в Казани в семье известного микробиолога, академика Воскрин. Она училась с 1931 по 1935 год в Ленинградском мединституте, в которой она закончила. А ее способности литературные проявились очень рано. И в 1941 она поступила на литературный факультет в Москве. Но тут началась война. И поскольку у нее было медицинское образование, она попала на фронт медсестрой. А затем она работала ординатором в Ивако-госпиталях Москвы и Казани. Она была удивительно теплым, добрым человеком, который умела вдохнуть оптимизм, надежду в обреченных, раненых. И в нее все влюблялись. Никто не оставался равнодушным перед ней. И она умела чужую беду переживать, так, как свою собственную и долго не могла прийти в себя от чужого горя. Появились стихи О войне И рук Евгений Иванович, прочтите. Порой он был ворчливым от того, что полшага до старости осталось. Что верно, часто мучила его нелегкая военная усталость. Но молодой и беспокойный жар его хранил от мыслей одиноких. Он столько жизней бережно держал в своих ладонях, умных и широких. И ни один, на белый стол ложась, когда терпеть и покоряться надо, Узнал почти божественную власть спокойных рук и греющего взгляда. Вдыхал эфир, слабел. И, наконец, спеша в лицо неясное вглядеться, Припоминал, что, кажется, Отец смотрел вот так, когда-то в раннем детстве. А тот и в самом деле был отцом, И не однажды с жадностью бессонной Искал и ждал похожего лицом В молочном свете операционной. Своей тоски ничем не выдал он. Никто не знает, как случилось это, В какое утро был он извещен о смерти сына Под Одессой где-то. Не в то ли утро, с ветром и пургой, Когда немного бледный и усталый, Он паренька с раздробленной ногой Назвал сынком. Совсем не поустал. Эти стихи — это стихи человека С молоду опаленного войной. Мать, она совсем немного опоздала, Спеша с вокзала, С пестрым узелком. Еще в распахнутые окна зала Виднелось знамя с золотым древком. Еще на лестнице лежал хвоя, И звук летав, казалось, не погас. Она пришла с дрожащей головою В глазах, в глухом платке, Надвинутым до глаз. Она прошла походку и незрячей, Вводя по стенам сморщенной рукой. И было страшно, что она не плачет, Что взгляд такой горячий и сухой Еще при входе где-то у калитки Узнала верно обо всем она. Ей отдали нехитрые пожитки И славный сыновьи ордена. Потом старуха поднялась в палату, Мне до сих пор слышны ее шаги, И молчаливо раздала солдатам Домашние ржаные пироги. Кукла много нынче в памяти потухла, И оживет безделица, пустяк, Девочкой потерянная кукла На железных скрещенных путях. Эшелоны шли тогда к востоку, Молча шли, без света, без воды, Полные внезапной и жестокой, Горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, И рвалась из материнских рук, Показалась ей такой красивой и желанной Эта кукла вдруг, Но никто не подал ей игрушку, И тампак посадки, торопясь, Куклу затоптала у теплушки В жидкую, струящуюся грязь. Ни некуда от странной мысли деться, Это не игрушка, не пустяк, Это может быть обломок детства На железных скрещенных путях. Уже в этих ранних стихотворениях Проявилась задушевность умения дать Неповторимую картину событий. С 46-го года Вероника Тушнова Член Союза писателей СССР. С 47-го она участник совещания Молодых писателей. Она была руководителем Поэтического семинара. Проявляя романтику, Она не забывала Об оборотной стороне жизни. Это ты С лопаты В ливень С тыла По пояс в ваге. Это ты В жару Бывала Била щебень На шоссе. Засыпала Путь Обвалом На раскопку Шла Как все. Ее стихи Это стихи О любви О полноте Жизни И многие уголки Нашей Необъятной Родины В ее стихах Литва Молдавия Латвия Азербайзе Азербайджан Домбай Кстати, Домбай Это Карачаево-Черкесия Теперь это все Одни воспоминания Вот о Литве Я разные видала Края и города С какими Не бывала Бывала В дружбе Я горда Иные Были Суши И сдержанные Подчас У них Ведь тоже Души Такие ж Как у нас Вот о Молдавии День осенний День инастный Тучи Тучи Без конца Вдоль Дорог Шиповник Красный От страшен До быковца В кукурузу Бродит ветер В кукурузе Бродит ветер Косы Желтые Трепля Листья Шорохом На грейдах Осыпает топоря Эх Молдавия Молдова Всей душой Полюбя Как же Я останусь Снова Без коробших Без тебя Как же Мне с тобой Проститься Если Натвердо Не знать Что весной Зимовья Птицы Возвращаются Опять Расплетаются На скло Разлетаются По склонам Лето Мертвая Краса Фрунзе Верди Лиз Зеленый От души Обороса Изумительно Написано О Красноярской ГЭС Нет О Куйбушеской О Куйбушеской Я это Не буду Читать Мне повезло Я была На трех ГЭС В Азербайджане На Менбечеутской В Армении Надзора ГЭС И На Красноярской Это Возле Дзевногорска Возле реки Бирюсы Это машинный зал И вообще Это какое-то Потрясение Это невозможно Передать Это чудо С 45-го По 65-й год Вышло Четыре Поэтических Сборника Вероники Тушновой Память Сердца Второе Дыхание Пути Дороги И сто Часов Счастья В этом Водон В творчестве Тушновой Слова Приобретают Особый Смысл Весомость Вспыхивают И сгорают Маки Истлевает Дочерна Трава В мертвых Книгах Крохотный Знак Собраны Бессмертные Слова У нее С прекрасной Секе О вечности О кратковременности Человеческого Бытия Марксовой Был с ней Знаком Дружен Мне Мне С университетской Библиотеки Достали Журнал Где Была Книга Соболя И там Была Был материал О ней Я скажу Позже И вот Он пишет Каким Она была Поэтом В Красном Чекоре Глухом Райцентре Четинской Области У директора Школы Висел Кабинет Ее Портрет И на полках Где были Книги Отдельная Полка С книгами Тушновой В Ханты Мансийске В Заполярном Ханты Мансийске В литературном Музее Отдельная Комната Посвящена Тушновой В загросе Все дела Бежала На творческие Вечера Вероники Тушновой Элина Абрамовна Быстринская Немного Чем-то Внешне Похожая На Тушнову Ее Книги Во всех Библиотеках Были На Распад Распад Библиотеках Субтитры